Хадиджи, ради Аллаху Анга, сколько сделала для пророка, саллаллаху алейхи вассалима, добра? Как Хадиджи, ради Аллаху Анга, поддержала пророка, саллаллаху алейхи вассалима, его призыве? Братья, то, что мы сейчас находимся в этом благословенном, в этом благодатном городе Аль-Мадина, Барак-Луфикум, то, что мы молимся в этой мечети, братья, то, что мы наслаждаемся тем, что мы приверженцы сунны, по милости Всевышнего Аллаха Субтитрова, во всех этих вещах, Барак-Луфикум, огромная доля Хадиджи, ради Аллаху Анга. Какой на это довод? Пророк, саллаллаху алейхи вассалима, сказал, «Ман джах газа газиен фа кад газа». Тот, кто снарядит воина, тот подобен тому, кто сам принимает участие в военных действиях. А мы знаем, что газва, или же джихад, в исламе у нас бывает двух видов. Первый, это джихад, Барак-Луфикум, самый большой джихад, а это джихад словом, джихад аильмом. Распространение знаний — это джихад на пути Всевышнего Аллаха Субтитрова. Всевышний Аллах говорит, «Ваджа гидгум биги джихад инкабира». И делает джихад им, им чем? Кураном. Большой джихад. То есть делает джихад с многобожниками Кураном. Как Кураном? Убить их Кураном? Нет, брать. Распространяет среди многобожников то, что не спасла Всевышний Аллах Субтитрова на Куран. Другой же вид джихада — это военные действия, и этим занимаются правители мусульман или же их представители Барак-Луфикум. Мы удивляемся мусульманам, которые постоянно говорят о джихаде и забывают о большом джихаде. А это джихад словом распространения знаний. И вот пророк был муджагед, потому что он распространял знания, и хадиджа снарядила его. И поэтому вся доля, то есть и все дела, которые делал пророк Салаллаху, там был удел и хадиджи. Поэтому при жизни она была уже обрадована Раем. Она уже при жизни была обрадована Раем. И вот то добро, которое она сделала для пророка Салаллаху, Алейхи и Ассалям, пророк Саласам, даже после смерти ее не забывал о том добре, который она сделала для пророка Салаллаху, Алейхи и Ассалям. Он что делал бы, Барак-Луфикум, если резал барана, как мы видим в хадиде, раздавал ее подругам? Почему? Потому что он знал, что если бы она была живая, и он бы это мясо раздавал через нее подругам, ей же было бы приятно. Вот точно так же. И это, братья, после того, как жена умерла. А что сказать тогда о живой жене?